Здравствуйте! Реклама строящихся и вновь введенных зданий, которые не соответствуют установленной для этих зданий, документации, технической документации и несоответствующей классификации, установленной государственными строительными нормами и правилами, она запрещена, напрямую запрещена. Это указано в пункте 6 ст. 13 Закона о рекламе. Это вновь введена норма. Как вы сказали, весной, 21 апреля, президент подписал указ, закон подписал об утверждении, о внесении изменений в ряд законодательных актов по вопросам защиты прав потребителей. Там в том числе и закон о рекламе. Ну, очень часто строительные фирмы используют при рекламе строящегося объекта, особенно если это жилой дом или жилой комплекс, используют понятия как эконом-класс, люкс-класс, премиум-класс. Вот они, допустимы вообще эти понятия, насколько правомерно использовать их в роликах? Ну, вообще-то неправомерно, потому что в законе, точнее, если говорить о строительных нормах, правилах, это государственные строительные нормы, правила, они касаются всех строящихся, строящихся, строящихся субъектов. То есть, будь они государственные, будь они частные, поэтому нормы, они одинаковые. А там нету таких понятий, как премиум, эконом, там, допустим, бизнес-класс или элит. Там есть строгая классификация первого, третьего, четвертого, первого, второго, третьего и четвертого класса. Все. Обозначение идет римскими буквами. И никаких там элитов и так далее. Ну, хотя, так если посмотреть по рекламе, элит, это соответствует первому классу, допустим. Но это неправомерно, поэтому, с одной стороны, это является, ну, на наш взгляд, это является введением в заблуждение потребителя. А введение в заблуждение потребителя, это, насчет этого есть определенная статья в Кодексе об административном правонарушении. Вот как раз-таки я и хотела узнать, если предприниматель нарушает закон таким образом, то есть рекламирует свою продукцию несоответствующим вообще стандартам, да, скажем, словами, терминами. Вот какое наказание? Есть ли какое-то наказание для него? В Кодексе об административных правонарушениях есть статья 455, да, 455-я статья Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан, в которой четко говорится о том, что производство, распространение, размещения и использования рекламы товаров, работ и услуг, запрещенных к рекламе, предусматривает определенную административную ответственность. Штраф на физических лиц в размере 50 мрп, то есть месячных расчетных показателей. Это уже ощутимо, если на физическое лицо. Если на должностные лица, оно сразу возрастает до 70 мрп. Если это субъекты малого бизнеса или некоммерческие, то есть общественные, как правило, организации, то там уже идет размер 100 мрп. Если субъект среднего бизнеса, среднего предпринимательства, то здесь 150 мрп. И уже, значит, то, что касается субъектов крупного бизнеса, там уже размер доходит до 400 месячных расчетных показателей. Что можно рекламировать, а что нельзя? Вот именно в запрещенное что попало? – Прежде всего, нельзя рекламировать строящиеся здания. У нас сейчас, например, на многих каналах крутят рекламу строящихся зданий. Вот, например, на одном из каналов я недавно на днях увидел. Одна из крупных строительных организаций рекламировала здания. Во-первых, непонятно, это строящиеся здания или это построенные здания. Даже если оно построенное здание, и они называют его жильем элит-класса. То есть, во-первых, применяется уже введение в заблуждение идет. Во-первых, непонятно, здание построено или нет. Во-вторых, оно введено в строй в соответствующем порядке, то есть через рабочую, государственную комиссию, через соответствующее решение государственного местного органа, исполнительного, и вот эта сторона неправильна. А с другой стороны, здесь грубейшее нарушение статьи закона, которое прямо запрещает рекламу здания в разрез, так сказать, с классификацией, установленной государственными строительными нормами правил. Я бы сразу хотел предупредить, что сейчас со стороны нашего ведомства ведется мониторинг рекламы строящихся зданий, так же, как мониторинг, допустим, биологически активными добавками. То есть, мониторинг ведется в плане именно соблюдения законодательства. Если это здание не соблюдается, в данном случае, в части рекламы жилых помещений, жилых зданий, то, наверное, по результатам мониторинга последуют определенные санкции. Поэтому мы пока этих санкций, пока мониторинг еще не закончился, решение по ним не принято. Поэтому я призываю, в том числе, это касается и ваших коллег, тех, которые работают в средствах массовой информации, потому что там, допустим, той же 455-й статье Кодекса об административных нарушениях, которая касается нарушения рекламы товаров, запрещенных, допустим, рекламы товаров, запрещенных рекламе. Там, кстати, есть пункт второй, который касается языков, а есть пункт третий, в котором, если это уже повторно происходит, то там еще больше сильные санкции. В том числе в отношении, если это проводится через средства массовой информации, с использованием средств массовой информации, там может быть и санкции в отношении и средств, то есть в данного, допустим, СМИ. Помимо, значит, строящихся зданий, запрещается, законом напрямую запрещается, допустим, реклама, какая бы это ни была реклама, то есть как наружная, так и через СМИ, любая реклама запрещена, этилового спирта и алкогольных напитков, табачных изделий, табака, заменитель грудного молока, допустим, товаров, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия, и которые не прошли это, не имеют такой акт, выданный соответствующими государственными органами. То есть вот это напрямую запрещается. Запрещается, значит, розыгрыш различных призов, лотерей, направленных на стимулирование спроса, интереса той же алкогольной или табачной продукции, допустим. Деятельность, допустим, какой-то финансовой инвестиционной пирамиды. То есть от этого, потому что много раз люди пострадали. Поэтому, то есть это все, это, как говорится, те нормы, законы, которые, как говорится, написаны кровью и потом людей, которые в свое время много раз пострадали из-за этих. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я бы хотел пожелать нашим телезрителям, потому что они, они же потребители, потому что мы все являемся потребителем. Потребителями с момента рождения и до самой кончины является любой частный гражданин, независимо от гражданства, постоянно проживающий, допустим, находящийся на территории нашей республики, на территории нашей области, города, славного города Шенкента, чтобы они были внимательны, внимательно изучали товары, внимательно изучали те услуги, которые им им оказывают наши предприниматели отечественные, и чтобы не обманулись они, чтобы они были очень внимательны при выборе, при своем выборе, чтобы завтра радостная сегодняшняя покупка, чтобы завтра не обернулась ссорой, не обернулась каким-то конфликтом, жалобами в государственные органы и так далее. Поэтому я призываю быть внимательными, быть обязательно в рекламе, в интернете есть и на казахском, и на русском языке текст законодательства, как о рекламе, так и о защите прав потребителей. Читайте, знакомьтесь, изучайте, и желательно знать эти нормы, потому что вы каждый день сталкиваетесь как потребитель, именно со сферы услуг, где бы вы ни были, или вы, входя в автобус, вам уже оказывают услугу. Вы платите свои пресловутые 70 тенге, которые до сих пор некоторых раздражают наших горожан. То есть вам оказывают услугу, вы платите за услугу. И так везде. Вы заходите в магазин, вы покупаете товар, вы платите за него. То есть везде вы заходите в сфере оказания услуг вам, за которую вы платите. Поэтому будьте внимательны, и потом уже за эти услуги, за эти товары вы платите своими кровными, трудом заработанными деньгами. Аппарат Турсенбайевич, огромное спасибо вам за то, что пришли к нам в гости. Спасибо за такую полную информацию для потребителей, для предпринимателей. У меня для вас небольшой презент на памяти нашей встречи. Это газета «Рабат». Читайте, выписывайтесь с удовольствием. Вам удачи, всего-всего самого наилучшего. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова